Вы слушаете Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме продолжается, всем здравствуйте Доброе утро Раньше-то вот обычно всегда по ведущим радиостанции, например, сверяли правильность произношения Считалось, что диктор радио или диктор телевидения просто не имеет права на ошибку, поставить не так ударение И готовили их очень-очень тщательно Точно так же и журналистика, там сколько было корректоров, редакторов, вычитывалось каждое буквально запятая Все, что напечатано в газете, мы воспринимаем это как эталон, раньше говоря, эталон того, как нужно писать правильно слова Сейчас в основном люди читают информацию в социальных сетях, пользуются телефонами для того, чтобы отправлять сообщения Поэтому начинают сокращать слова Это в принципе абсолютно понятно, но результатом является какая-то совершенно искаженная картина мира То есть, когда у человека перед глазами все время смайлики, сокращения То он начинает воспринимать это как абсолютно нормальный текст Лол Лол Я сначала думал, что это сокращение от имени Лолит Ну, вообще-то, ей-богу, в моем Включаются свои протоколы, все, что просмотрел когда-то, все, что прочитал, все, что услышал Конечно же, Лолита, конечно, Набоковщина Нет, просто ржака, вот не поверишь, просто ржака О чем идет речь? Один из операторов телефонной связи провел исследование, в ходе которого выяснилось, что больше половины жителей Латвии признают Цифровые технологии изменили их стиль письма Они стали чаще, гораздо чаще использовать смайлики, англицизмы Перестали обращать внимание на правописание, сокращения и даже знаки припинания И 50% людей свыше 40 лет, старше 40 лет этим очень озабочены, а те, что помладше, ну, так себе, их мнение разделилось И, в общем-то, авторы исследования тоже припоминают, что схожая тенденция была, ну, не то чтобы авторы, а один из комментаторов припомнил историю ручек Вот этих вот пишущих предметов, что еще в начале прошлого века все писали простыми перьями Потом наука шагнула далеко вперед, появились перьевые ручки И учителя в школах стали бить по рукам учеников, которые их приносили, говорили, что ты делаешь, ты себе испортишь почерк А потом та же самая история повторилась и с чернильными ручками, а сейчас, в общем-то, все перешло в технологии Я попал на вот этот рубеж чернильных шариковых ручек, и меня били по рукам, вот нельзя приносить шариковую авторучку в школу, ты испортишь себе почерк Нужно только писать перьевой А сейчас, в общем-то, и писать не приходится, если мы не пользуемся только стилусами в определенных моделях мобильных телефонов или планшетов А все происходит кончиками пальцев, и этими кончиками пальцев мы оставляем цифровые следы, цифровые буковки, циферки И вот все эти сокращения, все эти англицизмы, насколько они коверкают язык, насколько они его упрощают, понятно упрощают Насколько это упрощение гробит язык А об этом мы поговорим с доцентом отделения русистики и словистики Латвийского университета Надежды Кополовец Доброе утро, Надежда Доброе утро Да, у нас такое длинное было вступление, но вот как вы относитесь, считаете ли вы это проблемой? Как вы сами пишете? Используете ли вы сокращения англицизмы? Смайлики Использую, но не так, скажем так, не так много, как, допустим, мои студенты, например, как я это могу видеть, или, например, какие-нибудь блогеры в Инстаграме Я хотела сказать, вот вы говорите, насколько влияет на язык, да, я думаю, что здесь все-таки нельзя ставить знак равном между языком и даже, точнее говоря, речью как таковой, да, и интернет общение Все-таки это немножечко разные регистры, да, но тем не менее, конечно, определенного рода изменения отмечаются, и так как я преподаю в университете, то я могу судить это хотя бы по тому, насколько изменился стиль письма самих студентов, допустим, да, то есть у нас сейчас особенно из-за того, что у нас удаленка в университете во всех высших учебных заведениях, мы очень много общаемся письменно И когда студенты пишут, это видно сразу в мейлах, например, пропал этикет вообще всячески, то есть если раньше обращались к преподавателю по имени-отчеству, то теперь я вижу в лучшем случае добрый день И дальше там проблемы этого студента, и очень часто они даже не подписываются, да, то есть ну вот такого рода сокращения, то есть им кажется, что подобная лаконичность уместна Что касается общения, допустим, в чатах, да, я тоже пользуюсь сокращениями, это пресловутое «ок», когда мне лень писать хорошо в ответ на какую-то просьбу, которую я готова выполнить, я пишу «ок» Лень, да? Лень, лень? Ну четыре буквы больше, как будто чернила экономятся или время там бешеное количество Ну, тем не менее, с некой экономией это связано, потому что когда, допустим, я, у меня, знаете, я даже не буду рассказывать, сколько у меня разных работ, но когда, в общем, я думаю, что журналистам очень хорошо понятно специфика жизни человека, у которого так называемый свободный график, который на самом деле забит с утра до вечера И реально, когда я бегу, допустим, из одного места в другое и по дороге открываю телефон и меня что-то просят, да, мне «ок» написать быстрее и проще, чем хорошо, это действительно так Вот, но опять-таки зависит от того, с кем я общаюсь, то есть если я общаюсь с кем-то, кто старше меня, тогда да, я «ок» уже не напишу Опять-таки это больше в дружеском общении И здесь я хотела бы отметить такое, я думаю, что это было отмечено и в исследовании, однозначно, вы уже говорили, 40+, волнуются по этому поводу больше Я думаю, что здесь еще речь идет о том, что это регистры общения разных поколений и все тяжелее, возможно, становится понять друг друга Потому что я даже иногда папе своему, когда отправляю смс, а у папы кнопочный телефон, и я ему ставлю смайлик, например, две точечки и скобочку А он мне потом звонит и говорит, а что вот это ты прислала, вот твои точки и скобочка, ты мне что хотела сказать? Я говорю, ну это улыбочка, он говорит, а, ну хорошо То есть его это даже в такое совершенно недоумение приводит, при том, что тоже как бы человек С высшим образованием, инженер-конструктор, да, и работает на компьютере Но вот он совершенно лишен вот этой культуры общения в чате, он совершенно не понимает, как это устроит Насколько все-таки, вот вы сказали, что он не влияет на речь, разные регистры, но тем не менее, ведь приходят вот эти сокращения Приходят какие-то аббревиатуры, приходят какие-то и в устную речь, и вот насколько вот эта связь существует? Сейчас, да, во-первых, знаете, раньше не было такой возможности так быстро обмениваться информацией Не было такого количества субкультур Сейчас в интернете, конечно, все это нарастило своей скорости настолько, что за этим практически уже невозможно уследить Когда я имела в виду, что, нет, я не сказала, что не влияет, я сказала, что нужно разграничивать все-таки вот эти регистры Письменную речь, устную, да, и интернет-общение как таковое Я не думаю, что сейчас прямо настолько сильно смазались эти границы, что это одно переливается в другое Но тем не менее, конечно, определенного рода влияние есть Особенно то, что вы говорите по поводу аббревиатур Особенно то, что касается действительно усечения каких-то слов, да, сейчас очень много Не знаю, там, допустим, вместо «спасибо» пишут СПСО Вместо «нормально» — норм Норм, да Как дела? Норм И, например, на курсе, не знаю, там такой пример слова образования Я разговариваю со студентами, видят ли они, что, например, слово «рок» — это усеченное слово Они говорят, а от какого оно усеченное? Я говорю, ну, рок-н-ролл, типа Они говорят, ну, где рок, а где рок-н-ролл? То есть сейчас даже уже, в общем-то, в их понимании эти слова вообще разошлись Потому что рок — это что-то уже тяжелое, да, такое А рок-н-ролл — это Элвис Пресли, 60-е и так далее То есть они вообще не видят уже связи между этими словами Ну, в этом я готов согласиться с студентами, кстати Я тоже в этом согласна с ними, да Если мы открываем учебник или какое-то методическое пособие, которыми я пользуюсь, которые рекомендованы То там вот так написано, что это сокращение от слова рок-н-ролл И я студентам объясняю, что язык очень живой Язык меняется ежедневно Мы не можем даже уследить за тем, как он меняется Любой словарь, как только он даже подписан в издании, он уже морально устарел Так, может быть, действительно просто пришло время переписать методичку? Да, у меня, кстати, вот я когда учился в Историко-архивном институте Мы тогда обсуждали очень похожие Это было 30 лет назад И вот Сигурд Отович Шмидт, академик, он сидел и говорит «Раньше говорили хата, а теперь флет» Вот он обсуждает сленг, и мы просто еле сдерживали смех Потому что уважаемый академик на таком сленге изъясняется И тоже проводит исследование Но с другой стороны, нет ли здесь действительно, может быть, того, что это постоянные жалобы И действительно ведь и раньше был анекдот Там Семен Петрович, не надо мне лить за шиворот расплавленное олово Ну то есть так люди не общаются Они общаются в жизни более емко, более смачно, более кратко И может быть мы зря переживаем, и что эти проблемы, они были и остаются А язык по-прежнему великий и могучий Ну я думаю, что все-таки кому-то переживать об этом надо Может быть не всем, но специалистам об этом все равно нужно Скажем так, язык, он как растение, он все равно нуждается в каком-то уходе Все равно нужно нормирование и кодифицирование Потому что если мы совсем отпустим полностью вообще язык, речь Мы рано или поздно перестанем понимать друг друга То есть все равно какие-то нужны нормы вот эти Общение, кодификация, да, все равно она нужна Это то, что упорядочивает язык и то, что сохраняет его в некой такой вот форме Устоявшийся выразиться так Просто для того, чтобы мы через 50 лет все еще могли понимать друг друга А не так, что каждый на своем каком-то там диалекте, на речке Но не получается ли так, что мы возвращаемся к каким-то пиктограммам Когда мемы, например, они заменяют уже целые понятия Там плачущий Харальда Ну есть вот куча уже каких-то мемов, которые выражают мысль, отношения И люди используют вот эти понятия вместо того, чтобы расшифровать свою какую-то, ну свою мысль Ну видите, когда речь идет о мемах, все-таки для того, чтобы общение мемами было успешным Нужно, чтобы оба знали культурный код, то содержание, которое заложено в этот мем Если я пришлю опять-таки своему папе там картиночку с котами, которые Наташи что-то говорят Ему это ничего не скажет Так что здесь еще вопрос, понимает ли человек, кому и что он высылает И готовы ли они оба к восприятию той информации, которая в свернутом виде находится в любом меме Просто нам нужно это принять Вот появился такой новый стиль общения Но я не думаю, что мемы сейчас уже являются, допустим, предметом исследования в научных работах Но я не думаю, что прям научные работы или учебники мемами начнут писать Я надеюсь Но ведь до этого мы использовали просто цитаты из классики Я думаю, что это те же самые мемы, только тот культурный код, который, если человек читал Булгакова или, не знаю, Ильфа и Петрова Вот для него было абсолютно понятно вот эти выражения Там ключ от квартиры, где деньги лежат и остальные там какие-то, ну, цитаты Раньше это просто называлось постмодернизмом, а сейчас мемчиками Я думаю, что это опять все для той же экономии времени Потому что цитату писать долго, еще надо уточнить, как она вся целиком выглядит Мемасик, опять-таки, можно быстро Не знаю, все мы сидим на Фейсбуке, в Инстаграме Быстро сохранил на телефон, быстро кому-то отправил И все это повышает количество пересылаемой информации, с одной стороны И якобы ускоряет наш акции У нас есть звонок, да? Доброе утро Да, доброе утро Можно я вот начну с вопроса, просто, ну, легкого И дальше продолжу свою мысль Да, вот, как бы вам даже троим-то дам Вы знаете, что такое флексить? Флексить? Флексить Флексить, флексить, флексить А, флексить? Нет, я не знаю, что Флексить Ну, в целом, это хорошо проводить время Работать флексом? Нет Тогда не знаю Ну, да, Александр правильно ответил Ну, что-то близко к тому, да Хорошо проводить время, отдыхать, расслабляться Ну, танцевать, ну, такая молодежная тусовка Там происходит, ну, вот они флексят Ну, как бы, мы, скорее всего, точно не попали, как бы Кстати, устаревшее уже слово В описании Ну, да, устаревшее Я-то тоже не молодой, мне 37 лет, да? Я не представляю, что будет, как бы, дальше Ну, уже, как бы, там, слова входят в обиход Ну, не знаю, там, в голову Ну, дедлайн тоже никто никогда раньше не говорил Но сейчас уже, как бы, и старики это И старики употребляют это слово, понимаете? Мне кажется, все тренды в словах Да, и я раньше говорил Молодежные Мы должны отличаться были как-то от стариков Кто были Кто были старше нас Чтобы они хотя бы чуть-чуть нас не понимали Наверное, вот это Ну, как бы, ну, я-то уже говорил на радио Пример, да, ну, как можно называть родителей шнурки Ну, мы так говорили Понимаете? Сейчас я понимаю Наверное, это, как бы, оскорбительное Еще что-то Ну, в словах между собой в разговоре Да, или даже при родителях Где-то, ну, как бы, в стороне Собои не слышали Мы могли сказать, ну, типа, слово шнурки И родители не знали, что мы говорим Это они Вот это, ну, как бы, наверное, такой, как бы, глупый пример Ну, все-таки вот этот тренд делает молодежь Да, я понимаю, там, ТикТок не сделал молодой парень 16-летний ТикТок сделал 40-летний 50-летний мужик, скорее всего Там, с усами и с учебниками за спиной Но этим пользуется молодежь И они должны чем-то отличаться от другого поколения Спасибо, да, у нас еще просто один звонок Я, кстати, уточнил за время нашей беседы Флексить не просто хорошо проводить время А ритмично двигаться и изгибаться под музыку или бит Да, доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну, я вот хотел тоже пару слов сказать Потому что очень больной вопрос И вот в одну кучу мы опять мешаем Вот безграмотность запредельная, дикая в интернете Ну, просто читаешь, думаешь, ну, люди, они русские или... Это одно Англицизм и второе И вот пижонство Я вот сейчас с утра открыл Значит, у меня с Погором вчера И политик такой Вот было, значит, 16 марта Глорификация нацизма Я ему вчера написал А при чем-то глорификация, когда для ветеранов Это для всех даже будет понятно Когда прославление нацизма Он мне сейчас с утра ответил Смысл один и тот же Ну, смысл-то тот же То есть это тупое пижонство Когда вот вместо понятного, ясного по-русски На русском, да? Это как этикет Вот ходят сейчас руки в карманы Идет молодая барышня, зевая Для меня это одно и то же То есть запредельная глупость И вот, значит, замена наречий Вот я не могу к этому привыкнуть годами Я уже здесь на радио уже раз десятый говорю Вот сейчас, значит, наречия Именно, точно, убраны Везде ровно, даже в новостях Ровно тот же человек Ровно так же, ровно в... Ровно забор стоит Даже не замечал, кстати, использование ровно Вы знаете, ну просто... Ну что? Мысли вслух Я не обратил внимания на использование этого слова Вы говорите в новостях Я говорю, наречия убраны сейчас Вот эти я перечисляю Я вот просто... Для меня... Я даже сейчас людей делю Вот, значит, человек следит за языком Вот я, например, значит, человек грубый На спортивной площадке Могу ругаться матом Значит, это нехорошо, да? Но это... Даже комментаторы спортивные Гусев или Уткин говорил исключаю мат полностью, но когда сам играю, у меня срывается. Вот. Ну, когда рядом, допустим, то есть везде надо знать, как себя вести. Вот эта дурацкая шляпа Боярского, она меня достает. Я, понимаете, мешаю в кучу. Спасибо. Шляпа-то Боярского причем есть. Можете прокомментировать как-то? Ну, вот англицизмы действительно... И общее падение нравов. Это так. Я, допустим, вот обратила внимание, что, не знаю, в том же Инстаграме очень многие блогеры стали пользоваться словом «инсайт». Вот у меня такой инсайт, такой инсайт. Меня это тоже раздражает. Я не понимаю, чем плохо слово «озарение» русское. То есть я что-то читал, и у меня произошло какое-то озарение, пришла какая-то идея в голову. Допустим, меня из того, что меня раздражает, меня раздражает, когда говорят крайние значения последние. Я уважаю парашютистов, пожалуйста, пусть они так говорят. Но когда, извините, закончилась крайняя передача или что-нибудь еще такое, журналисты даже говорят. А можно я тоже поделюсь тем, что меня бесит? Меня бесит употребление слова «вкусный» в значении «ином», помимо еды и воздуха. Ну, запаха. Ну, там, вкусный текст. По законам военного времени сразу хочется без суда и следствия. В общем, по поводу вот этой безграмотности, я просто подозреваю, что мы раньше столько не видели. Потому что в интернете, например, я смотрю, у меня есть такая привычка, когда люди пишут безграмотно, а я это, конечно, сразу замечаю. Я хожу в профиле, смотрю примерный возраст, и я вижу, что очень много людей, и пожилого возраста в том числе, то есть это еще старая система образования, что говорит нам о том, что проблема не в системе образования, а просто в том, что мы раньше столько не видели текстов, написанных безграмотными людьми. Раньше все-таки мы читали тексты, которые кем-то уже подготовлены для того, чтобы мы их увидели. И те же газеты было, наверное, я предполагаю, я никогда не имела, как бы, не работала, не была связана со средствами массовой информации, но предполагаю, что раньше и редакторов было больше, и квалификация у них, наверное, была выше. А сейчас, опять-таки, возможно, на это нет уже времени, нет финансирования и так далее. Я просто, мое мнение, что мы раньше столько этого не видели. Но меня вот, например, пугает именно то, что я запоминаю, вот часто мы же читаем, не прочитывая каждую букву, у нас это складывается, то есть я вижу слово, и я сразу воспринимаю его написанным, вот как уже монолит, и когда оно написано, я все время вижу его с ошибкой, я с ужасом начинаю уже сомневаться, а где правильный вариант, где ошибочный вариант. Знакомый процесс. И ты начинаешь уже вот как бы, а вдруг ты уже ошибаешь. А не дурак ли я? Не дурак ли я? Вот может быть, я что-то здесь уже не понимаю. Потому что я вижу одно и то же слово, написанное с ошибкой, которое гуляет по сети. Вот последнее такое слово, которое везде пишут с ошибкой, это в общем, написанное слитно, в значении в общем. И я этого вижу уже столько, что я реально уже сама начинаю думать, может, уже у меня крыша поехала, может, я уже что-то... И самое страшное, что если его так будут употреблять и дальше, что оно может войти в словарь. Ой-ой-ой, язык, конечно, меняется, но... Хотелось бы, чтобы так быстро... Да, хотелось бы держаться каких-то последних таких вот важных вещей. Скажите, насколько необратим этот процесс? Я не знаю. Я думаю, что никто вам не ответит на этот вопрос. Никогда нельзя знать, что в языке задержится, а что нет. Вы не можете прогнозировать. Даже в словарь на самом деле включают уже то, что задержалось на какое-то время. И вот, допустим, вот звонивший мужчина сказал вам слово «флексить», а вы, Александр, сказали, что оно уже устаревшее. А я его вообще не слышала. Оно вообще прошло мимо меня, и, скорее всего, я его уже вообще больше никогда не услышу. То есть в словаре оно не появится. Да, но скажите, но сдвигаются ли нормы? Вот мы все знаем, что вот был пример «йогурт», ну, слово, которое пришло в язык, но все, вот просто народ вот встал и сказал «нет, это йогурт». И вот сейчас, видишь, как бы эта норма, она сдвинулась. Когда мы увидим «звонишь», вот этим ударением, что оно станет допустимое, а потом вот вытеснит совершенно другое. Честно, как по мне уже кофе достаточно, что средний род допустим. Но тем не менее. Я думаю, что увидим. Рано или поздно мы это увидим, к сожалению. Но потом, понимаете, вот, не знаю, у меня такой к вам вопрос. Вот вы знаете, что слово «рация» – это аббревиатура? Вот, для нас это открытие. Здорово. Век живет. И для меня это открытие. Я вот тут недавно очередную какую-то методичку смотрела и там, значит, напишите, что это за вид аббревиатуры. Я смотрю «рация». Рация – нормальное слово «рация». Оказывается, это сокращение радиостанции. И оно, понимаете, а вы им уже используетесь как нормальным обычным словом. А для кого-то, может, тоже это ужас ужасный, да? Или слово «метро», которое сейчас тоже никто не рассматривает уже как усечение, а это, тем не менее, сокращенный метрополитен. Метрополитен. Да. Понимаете? То есть, это все двигается. Ну, так же, линейку можно продолжить. Такси – это такси-мотор. Им, наверное, тоже было плохо от осознания, что как же от метрополитена сейчас кусок оторвут и будут говорить метро. Им, наверное, тоже прям все внутри у них там плакотало. А у нас нет. Ну да, но, к сожалению, наверное, прогресс очень сложно. Ну, вот прогресс или, конечно, это большой вопрос. У нас разрываются телефонные линии. Успеем мы, не успеем? Я не знаю. Вопрос звука режиссеру. Ну, успеем. Давайте еще примем звонок. На наш страх и риск. Доброе утро. Доброе утро. А вы знаете, что такое дьюха? Это вообще… Дьюха дьюха? Я посчитала, это, оказывается, день рождения. И потом еще у меня грамотность зрительная, потому что я много читала. Но когда в школах дайджесты и комиксы делают и Жанны Каренины, войны и миры, еще там… А о какой грамотности тогда можно говорить? Спасибо. Спасибо. Ну, может быть, вот можно ли заставить детей современных читать? Потому что появилось огромное количество там Анны Каренины за пять минут, там какие-то выжимки, сокращения, пересказы текстов. И многие вместо того, чтобы читать, ну, Льва Толстого, там, не знаю, по школьной программе, берут просто дайджест для того, чтобы узнать, что это такое. К сожалению, вот на этот вопрос, это уже моя боль родительская, потому что у меня дочь в девятом классе, и они проходят, соответственно, русскую литературу в том числе, или латышскую литературу, и ее очень тяжело заставить прочитать произведение целиком, потому что даже в учебнике все дано отрывками, и когда я ей говорю, ну, сядь, прочитай, пожалуйста, целиком, она мне говорит, зачем? Зачем я буду делать больше, чем от меня требуют в школе? То есть у моих подруг, да, есть дети, которые читают, а вот у меня, да, это прям вот, пожалуйста, я филолог, а у меня дочь не читает. Вот я вот в целом эфире в этом узнаюсь. И я не представляю, как бы я ее могла заставить, и зачем бы я это делала. Ну, то есть, ну, тогда, наверное, я предполагаю, допустим, Гарри Поттера она прочитала целиком, но вот в то, что она прочитает «Ревизора», я не верю. Или даже, что она, не знаю, там, на АВСН прочитает целиком, да, платышное, ну, произведение. То есть, ну, я не знаю, и нужно ли заставлять. Ну, видимо, на этом таком чуть подвисшем риторическом вопросе, и нужно прерваться, по крайней мере, на сегодня, тема-то как зашла. Да, прямо как-то мы взбудились, и слушатели столь активны стали. Надежда, огромное вам спасибо. Мы обсуждали новояз, сокращение, что мы только не обсудили за последние 15 минут с Надеждой Кополовец, доцентом отделения русистики и словистики. Одно понятно, язык меняется так же, как меняемся мы. Всё течёт, течёт время, и эфир наш тоже куда-то. Течёт. Дотёк уже до новостей от Москвы. Дотёк. Видимо, да. Продолжение следует… Течёт. Продолжение следует...